Всем привет, мои хорошие, мои любимые! У меня сегодня очень быстрый экспресс-рецепт замечательного австрийского десерта под названием Брауни. Возможно, это даже немецкий десерт. Так, у меня стоит вода на газовой печке. Вот. Я ее перейтирую сюда, чтобы вам было видно все, что я буду делать. Значит, мы ставим такую штучку на паровую баню. Смысл паровой бани в том, чтобы не доставало дно до воды. Опускаем туда. Вот. Значит, я буду делать рецепт в полтора раза. Вообще, он делается в пропорции такие. 120 грамм черного шоколада, 170 грамм масла, 50 грамм муки, 100 грамм сахара и 2 яйца. Я буду делать в полтора раза. Вот. Значит, мне надо будет 6-120, значит, 180. Как раз тут 2 плитки по 90 грамм. Здесь 180 грамм шоколада. На это раскрываем. И на паровую баню шоколад смешиваем с маслом. И на паровой бане его растапливаем. Я спешу, у меня очень мало вред за надеждение в другу. Он очень любит вот это право. Я решил испечь. Так. Туда. Следом. На очень-очень слабомагне надо это делать, паровую баню. Чтобы оно шоколаднее погорел. Вот. Надо шоколад брать такой, 78%. Я не беру там молочный или какой-то черный. Туда пачку масла. Значит, нам надо было 170 грамм масла, еще 65 грамм. Значит, сколько? То есть, 235 грамм масла. Значит, я отправляю полную пачку. Предварительно разрезаю его на кубики. Раз, два. Раз, два. Пачку масла сюда, на паровую баню. И добавляем еще 35 грамм. Еще 35 грамм. У меня глаз алмаз, я понимаю, сколько. 35 грамм, так, это 200. Вот так вот. 35 грамм. Еще сюда отправляем. Это все нужно помешивать такой силиконовой лопаточкой. Видите, масло, шоколад начинает обмениваться организмами и проникать нежно друг в друга. Вот. Нам надо это растопить. Пока это растапливается, мы ничего с ним не делаем. Мы берем миксер и взбиваем 3 яйца со 150 граммами сахара, потому что у нас в полтора раза порция больше. На питатель будут такой формочки. Очень удобная для брауни. Я когда-то делал, у меня не получилось, но у меня была широкая форма. Так, одно яйцо. Второе яйцо. Третье яйцо. Наверное, нового футболочка. Очень красиво. Так, сахар. Значит, ложка сахара 25 грамм. Нам надо 150, значит, нам надо 5 ложек. 5-6 ложек. Значит, туда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И потом нам понадобится 75 граммов муки. Вообще, надо 50 граммов муки. Вставляем венчики в дырочки. Помешиваем еще раз шоколад. Вот, нам надо, чтобы не горячее было, потому что потом горячее нам не надо вводить. Нам надо, чтобы оно просто растаяло. Но даже бывает, когда не доходит до конца, уже можно как бы выключать, оно дойдет, чтобы вы понимали. То есть, оно дорасплавится там. Так, включаем миксер. И немножко взобьем. Сильно взбивать не надо. Знаете, так, чтобы прям, как это взбивать, прямо аш-аш. Нет. Сначала на маленьких оборотах. В общем, взбиваем яйца с сахаром. Это можно выключать. Оно дойдет. Для профессионалов. Все, достаточно. То есть, сильно взбивать не надо. Знаете, кончаться не надо. Мы подзбили не сильно. Так, это у нас есть. Сейчас дойдет масло чуть-чуть. Тут осталось два кусочка масла. Сейчас они быстро поставят тут. Вот видите, оно получается такое глянцевое все. Вот это то, что надо. Можно снять уже с паровой бани. Но нам не надо. Так. Пусть доходит. теперь берем значит, две ложки муки, три ложки муки. Раз. Два. Мудильник. Выключить. И три. И перемешиваем. Взбивать не надо, просто перемешиваем. Вот у нас яйца взбились не сильно, там мы взбиваем, с ума не сходим. Перемешиваем. Включаем духовку на 180 градусов. Смотрите, шоколад хорошо растопился с маслом. Вот такая консистенция должна быть. Вот. И мы вот в это яйца вливаем вот этот шоколад с маслом растопленный. Перемешиваем и в духовку на 30-40 минут. На 180 градусов. Будет шикарный брауни. Вкуснейший десерт. Алексей его очень любит, поэтому я сегодня решил его порадовать. Он еще об этом не знает. Все. Отлично. Мне нравятся вот эти силиконовые лопаточки. Вот так она хорошо вышкребает. И просто перемешиваем. Хорошенько перемешиваем. Все. Получается вот такая вот черная тягучая смесь. Это будет брауни. Вот именно та консистенция, оно как ленточками должно идти. Понимаете? Лентой такой вот. Это та консистенция, которая нужна. Десерт замечательный. Простой, быстрый. Так, берем форму. Застилаем пергаментом. Вот так. застилем пергаментом. И теперь выливаем это месиво сюда. Ну, пергамент сейчас сам даже. Вот так. Начинаем выливать пергамент на рискне сопротивляться. Ой, брауни. Какой вкус оболганный. Обязательно масло берите 83% и шоколад и шоколад 90%. То есть, или 78% какао. Иначе получится не то. Не пользуйтесь спредами, но это, ну, может не получится абсолютно ничего. Тогда я буду не виноват. и хорошо по формочке мы распределяем это брауни, вот, что-то оно заняло все позиции. Брауни вот находится в этой кормочке и отправляем его в духовку на 30 минут. 180 градусов. Все. Так, ребятки, прошло 30 минут и показывали, что получилось. Вот этот десерт шикарный получается. это так оно и должно сверху трескаться. Внутри оно должно быть типа сочное, такое жидковатое, но я не знаю, как его транспортировать. Так. Как же его транспортировать? В тряпку замотаю, наверное, да, их покет? Шикарный десерт обязательно попробуйте. Я угощу в треху. Игоря то, что надо. Браво, Нелёша будет довольный. Так что ребята, пользуйтесь, рецепт шикарный. Вот. Единственное, что мне нравится, что деформирует его пергамент. Можно, знаете, так вот ровно полосочки вырезать и маслом сливочным их раз приклеить и залить тогда. Ребята, если понравилось это видео, ставьте лайки, делайте репосты. Приятного аппетита. Пришли к Алексею на день рождения. Подарили подарки, мы не снимали, но кто понят, показать, что ты продал. Да, ты угадай, что. Вот оно в пакете. Опять наносили? Нет, опять наносили. Ну, ты можешь понюхать, ты издалека поймёшь. Что, не думаешь? Не понял? Я не понял. Ну, доставай тогда. Специально показал. Козырьки не будут сегодня? Там она уже осталась. Вот это самая зарядка, не страшно. Оно горячее. Оно грязное. Что оно грязное? Оно что? Это полу валялось. О боже, что это случилось? Класс! Шоколадный браун. А что оно так это самое? Ну, Подожди, а что? Главное вкус. А что случилось? Что? Позорище такое? Ну, надрезы? Супер, класс! Чтобы посмотреть, а что же оно так, оно, наверное, перекосилось у меня. Оно пока горячее было, оно сбилось. Блин. Ну, а возьми нож, что ж? Ничего. Ну, что разрезать, внутри какое оно? Нож. Да ладно. По любым ножам. Ой, это вкусно пахнет в квартире едой. Я целый день ничего не ел. Разрезай. Ну, как? Ну, вот так вот как-то разрежь. Может, там где толстое разрежь, чтобы посмотреть, как оно. Оно должно быть влажноватое внутри. Ну, да. Оно парующе. Ой, супер вообще. Это же мое любимое блюдо. Это ты готовил. Ну, конечно. Только что? Оно еще горячее. Да, конечно. Ты знаешь, что Леша, Люба, я специально для Леши так и приготовил. Ну, вроде нормально. Вот оно, чтобы посмотреть, оно не сырое внутри, да. Ой, классно. Ну, ладно. Потом поедим это на десерт. Это я так, знаешь, чтобы закрутить. Ой, рыбка жарена. Боже, я голодный, как собака. Все, пойдемте, будем садиться? Да. Все, с днем рождения тебе, Леша. Еще раз всего тебе творческих успехов, как сказать, радости внутри, счастья, любви, здоровья. В общем, всего-всего тебе хорошего и побольше, и как можно дольше, чтобы мы дружили, общались, и все было хорошо. Днем рождения тебя, да. Это единственный такой период, когда ты старше меня. Ну, тебе... Трошки. Да, трошки. На несколько месяцев да, скоро я. Переезжаю. Как-то грустно, да, что-то. С каждым день рождения оно такое впечатление, что, ну, не знаю, какой-то это рубеж пройден, какой-то этап. Знаешь, как ступенька, или вниз, или вверх, непонятно. Ну, к сожалению, не к омолаживанию, так сказать, а наоборот. Ну, да, куда... Ну, это рановато еще. Ну, че, ну, пойдем. Все дело в отношении, но как-то задумываешься. Ну, у меня тоже так. О, картошка, боже мой, целая кастрюляка картошки, боже мой. Все, сейчас идем есть. Все, пока всем. Пойдем. Всем пока.